Здравствуйте! В студии Алексей Ерофей. В эфире итоговая программа «Такой день». Это больше, чем новости. Это прямой эфир, репортажи с мест, полезные новости на тему экономики и даже рассказ о том, что только предстоит. А поможет нам в этом эксперт по теме. Говорить сегодня будем о фестивале «Белгородская черта-2018». Через несколько минут мы ждем в студии Владимира Жигалова, председателя Белгородской общественной организации «Историческое общество Ратник» и одного из организаторов фестиваля. А вот что еще сегодня приготовил такой день. Умное изобретение белгородских школьников. Старшеклассники представили свои разработки на интеллектуальных состязаниях «Сайенс Слэм Скул Белгород». Из 21 века в 17-й второй фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта-2018» будет идти три дня, что подготовили организаторы для школьников, студентов и просто любителей истории. В чем преимущество онлайн-касс и как повлияет изменение ключевой ставки на ипотеку, об этом расскажут новости экономики. Целый век в любви к ближнему. Столетний юбилей отметила жительница села Верхососно Красногвардейского района Елизавета Александровна Мальцева. Сезон «Открыт Старооскольский театр» начал год с полюбившейся постановки, но обещает и много премьер. Песни, танцы и уха по особому рецепту в Новоскольском районе прошел брендовый праздник «Рыбное раздолье». Хороши в работе, хороши и в спорте. В Чернянке прошла шестая областная спартакиада трудовых коллективов. Сотрудники госавтоинспекции больше не смогут снимать номера с машин из-за нарушений. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Теперь водители не будут тратить время и деньги, чтобы вернуть номер. При этом госавтоинспекция сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию неисправных транспортных средств и прицепов, тракторов и других самоходных машин. Чтобы продолжить движение, владелец будет вынужден устранять нарушения на месте. И еще одна новость федерального уровня, которую полезно знать всем пользователям сети. Россиянам, которые активно распространяют заведомо ложную информацию в интернете, отныне будет грозить наказание. Законопроект об этом прошел второе основное чтение в Госдуме. Если суд решил, что сведения незаконные или недостоверные, однако гражданин продолжает их распространять, то ему будут грозить крупные штрафы – до 200 тысяч рублей. Для злостных нарушителей вводится уголовное наказание, можно получить год лишения свободы, а для должностных лиц – до двух лет. О науке просто и доступно. Впервые в Белгороде в рамках подготовки к областному фестивалю науки прошли интеллектуальные состязания «Сайленс Слем Скул Белгород». Для старшеклассников такое научное шоу дало возможность заявить о своих проектах опытным экспертам. Что предлагали школьники и каким научным методом выбирали победителей – подробности у Дарьи Яготинцевой. Антон Дахин продемонстрирует работоспособность своего изобретения – современного робота-муравья. Сегодня новинками робототехники, пожалуй, никого не удивить. Но Антон уверен, уже в скором времени без его изобретения не обойдется ни одна агропромышленная компания региона. «Хотел бы, чтобы он был узкого круга людей, которые занимаются опасной для жизни деятельностью. Распыляют химикаты, допустим, работают с электропроводкой. Если ток ударит робота, это не страшно. Если ток ударит человека, то вот это вот уже страшно». Такой робот-муравей способен выдержать до 100 килограммов нагрузки. Унудара прочная может быть таким же полезным, как и изобретение белгородской школьницы Анны Арчебасовой. Ее проект «Гадание на токе» пригодится в быту и поможет наконец-то решить проблему невыключенного утюга. «Он нужен для того, чтобы узнать, какие у потребителя приборы подключены в сети, какую мощность они потребляют. Сейчас это достаточно сложная задача, которую еще по-хорошему никто не решил. И наш проект решает ее, и это очень круто». Телефон, ноутбук, лампочка, кипятильник и чайник – их без труда сможет распознать умное изобретение. И уже в скором времени, возможно, каждый россиянин будет использовать такой прибор, созданный белгородскими школьниками. «Этот прибор я захотел бы себе даже в квартире видеть, ну, когда он поступит в промышленности, производства и в магазины. Мне понравилась эта идея». «Недавно еще телефоны мы не могли представить, 15 лет назад, что у нас в кармане будет помещаться вся жизнь буквально. То есть сейчас я вполне допускаю». Победителей такого нескучного научного шоу определяли так же нестандартно, как и мыслят сами школьники по шкале громкости звука в децибелах. В итоге проект Игоря Пискунова собрал больше всего аплодисментов. Но всех участников и без исключения одинаковое тепло поздравил ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев. «Замечательные проекты подсказали о том, что вы очень гениальные, вы замечательные изобретатели. Хотелось бы пожелать, чтобы у вас все ваши идеи вы имели возможность реализовать». На три дня белгородцы смогут переместиться в 17 век. При поддержке правительства области и фонда президентских грантов с 20 по 22 сентября в регионе пройдет второй фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта 2018». Так вот, обо всех подробностях программы фестиваля и его участниках мы расспросим нашего гостя, председателя исторического общества «Ратник» Владимира Жигалова. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, чем лично вас привлекает вот этот исторический период, 17 век? Вы знаете, действительно привлекает. Ведь в жизни, в истории, в жизни наших людей, русских людей, россиян были различные вехи. То есть, даже строительство Байкаламурской магистрали, Великой Отечественной войны и много других вех, когда сплачивался весь народ. И это было каким-то переломным историческим этапом. В общем-то, и изучая, подойдя к истории, и получилось так, что 17 век, особенно юго-западные направления, это наше направление, это, наверное, один из прочнейших фундаментов, который был заложен в 17 веке, именно государственной с Российской. И не только, может быть, даже это, но еще и то, что заселялись города, и это, в общем-то, истории и судьбы, межродовые связи тех, кто сейчас живут на Белгородской земле. То есть, вот такой вот интерес. Вот фестиваль будет проходить второй год на одном и том же месте, у села Драгунское. У этого места есть какая-то магия? Думаю, что есть. По крайней мере, для меня точно она есть. И для моих коллег-соратников, членов исторического общества «Ратник», которые, в общем-то, уже на протяжении 8 лет в своих походах, в своих научных изысканиях много изучили и собрали и легенды, опросы и так далее. То есть, есть и места, в принципе, которые там, так и называются, там, третьи провали. Собственно говоря, и Муравский шлях – это водораздел Днепровского и Донского бассейна. Это некая, так сказать, территория, где берут истоки наши многие водные артерии. И, конечно же, это сухопутный путь, который имеет свою очень-очень глубокую древнюю историю. И, собственно говоря, он усыпан весь на своем своем протяжении. Ну вот, скажите, фестиваль пройдет в Белгородском районе, возле села Драгунское, в роще Большие Кульбаки. Скажите, как туда смогут зрители, посетители фестиваля добраться, кроме как не на машине. Какие-нибудь маршруты организовываете? Собственно говоря, у нас есть сайт белочерта.дефисфест.ру. Там указаны маршруты, которые мы проложили от социально-автомобильных таких знаковых мест. Железнодорожный вокзал и автовокзал. Кроме этого, туда ходит 125-й автобус и автобус, который ходит от Старого дома Быта до Тамаровки. То есть, проблем с доездом, наверное, не будет, да? Может быть, и будет, но все-таки это не такие частые загруженные маршруты. Но, тем не менее, мы все-таки ориентируемся на автотранспорт. Ведь место было выбрано, собственно говоря, не совсем как бы удаленное, но все-таки рядом с какой-то проезжей частью. По крайней мере, не с дорогой рядом. Да, да, тем более не с дорогой. Но все-таки это очень интересное историческое место. Вот мы нашли архивные кадры с прошлогоднего фестиваля. Давайте посмотрим, какая атмосфера была на первом фестивале и вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Владимир Михайлович, ну вот то, что будет происходить в этом году, 22 сентября в районе села Драгунское, чем-то вот это действие будет отличаться от прошлогоднего? Ну, несколько будет, конечно, отличаться. Во-первых, это будет под лозунгом юбилейного года образования и формирования Белгородского разрядного полка. 360 лет. Собственно говоря, это и Белгородский разряд, это и появление термина «белгородская черта», и, в общем-то, Белгородский разрядный полк. Кроме этого, мы, в общем-то, расширили немножко хронологические рамки. У нас теперь будет, в отличие от прошлого года, у нас был один образовательный день и второй день был частично образовательный. А в этом году у нас предполагается два образовательных просветительских дня, и на третий день мы ждем, собственно, гостей. А скажите, что вот все-таки будет, ну, самое интересное, вот самое зерно? Вы знаете, конечно, наверное, для каждого, кто посетит площадку, найдет свое интересное. Ведь дети-юноши помладше, да, они хотят, может быть, даже где-то соскучились, пойти в поход. То есть у нас есть поход, 6,5 километров, то есть он как бы занимает 2,5 часа, но это тоже очень интересно. В то же время и площадки, они тоже интересны. Гостевой день, когда мы приглашаем всех, приглашаем, придут все гости, это будет не просто как бы открытие, там, парад, а предполагается сражение. Тем более, что возведены сейчас, возводятся, возведены уже некоторые объекты, аутентичные 17 веку. А вот скажите, мимо какой из площадок вот точно нельзя будет пройти? Ну, если вы будете голодны, конечно. А если все-таки не голодны? Ну, наверное, все-таки там, где есть некое вооружение будет присутствовать. Безусловно, нельзя будет пройти там, конечно. Особенно можно будет в руках подержать это все, попробовать в деле, да? Конечно, можно будет подержать в руках, расскажут обязательно, может быть, даже построят и обучат движению какому-то и так далее. Можно будет задать вопросы и по одежде, и по каким-то, может быть, применениям и событиям, связанным вот именно с той площадкой, которая вот заинтересуется. Ну, это действительно очень интересно. Сегодня, кстати, на пресс-конференции этот фестиваль представлял в том числе историк Павел Субботин. У нас есть небольшой фрагмент с цитатой. Давайте посмотрим и в студию вернемся. Белгородская черта 2018 потребовала усилий не только реконструкторов, но и историков. Главная задача фестиваля – образовательная. В первые два дня для школьников и студентов организуют масштабный квест-поход и интерактивные площадки. В гости к своим коллегам приедут реконструкторы из соседних регионов, а также Пензы, Москвы и Подмосковья. Белгородская черта в 17 веке сыграла одну из определяющих ролей и в спасении русского государства, и в его фактически становлении. Для нашей Белгородской области и Белгородская черта, и Белгородский разряд, и вообще весь 17 век в целом принципиально важны. Почему? Потому что это период формирования нашего края. При этом Белгородская черта развивается и как молодой туристический бренд области. В заключительный день, 22 сентября, посетить ее сможет любой желающий. На фестивале ожидается около двух тысяч человек. Более подробная информация о программе на сайте проекта. Владимир Михайлович, ну вот Павел Суботин сказал, что Белгородская черта – это ключевой фактор в становлении нашего региона. Вы согласны с таким мнением? Конечно. И Павел Юрьевич сказал не только фактор, но еще и период. Наверное, вот слово «период» еще будет более точным, потому что это, в общем-то, первая половина 17 века. Не за один же год построили. Это было, как бы, ну, шли годы. Вот. И даже есть в этом, собственно говоря, еще и загадка в этой, так сказать, в Белгородской черте. А почему же она стала Белгородской чертой? Почему она не стала по названию какого-либо соседнего города? Вот. Вот это вот еще загадку предстоит историкам и исследователям еще изучить. Да, я уже думал, что вы мне сейчас об этом расскажете. Ну, думаю, что все-таки вот еще такой вот десерт предстоит. Будем ждать, будем ждать. Вот вы сами сказали, что в прошлом году фестиваль длился один день. В этом году программа рассчитана на целых три. Сделали упор на образование. Почему вот решили принять такое решение? Поняли, что мало белгородцев вот знают именно об в этом периоде? Вы знаете, наверное, даже, ну, может быть, уже и знают, и мало знают, конечно, некоторые. Но, тем не менее, вот по прошествию прошлого года мы общались и ездили и в школы, и в районы различные и задавали вопросы. А почему, допустим, вот так? А почему мы не смогли приехать? Почему так мало было времени? То есть, по существу, мы приняли это решение после того, как повстречались с теми, кто был. И они высказали свое мнение и с теми, кто не попал. Поэтому мы постарались, ну, максимально как-то подойти так, чтобы это были два дня более-менее насыщенные и смогли приехать гости, посмотреть, посетить площадку фестиваля. Ну, по поводу гостей, я, кстати, слышал, что география участников достаточно широка. Скажите, кто из них, так скажем, самый яркий, наверное, самый ожидаемый вами? Ну, вы знаете, наверное, если брать клубы исторической реконструкции, это фестиваль все-таки, и в первую очередь они главные герои. И они же главные гости, собственно говоря. которые и увезут, наверное, в мнение и впечатление о нашем районе, о Белгородской области. И, конечно же, это, в первую очередь, коллеги наши, некоторые из них работают в архиве древних актов, это Бутырская Слобода и Московские стрельцы. То есть они неким флагманом выступили, и наш Белгородский клуб исторической реконструкции, партнер наш, дружина, они поддержали, то есть это наши партнеры. Вот два таких вот мощных клуба. Владимир Михайлович, вот вы также упомянули, что для фестиваля вы строите определенные, так скажем, искусственные сооружения, наверное, оборонительные. Скажите, после фестиваля они останутся или будут демонтированы? Да, эти сооружения помогают нам строить. Эти сооружения строятся, собственно говоря, на основе того, что мы изучили, какие были эти оборонительные сооружения. Хотелось бы, конечно, их оставить. И было бы очень хорошо, если это был некий туристический объект, музей какой-то небольшой под открытым небом, то есть около Белгорода и так далее. А что это? Рвы, башни, что это? Это флеши, небольшие рвы, надолбы, вышка, то есть это, по существу, очень мощная башня такая, вышка, да, вот, и другие различные сооружения. То есть, в принципе, как бы то, что можно было за этот период сделать, мы постарались. Тем более, что мы делаем это несколько в стороне, а на фоне исторического объекта. То есть, там, где сохранился вал, древний Карповский вал с городком, рвом и так далее. Это памятник археологии, да, который, так сказать, стоит фоном, таким фундаментом историческим. Вот на этом месте, в общем-то, мы это делаем. Было бы хорошо, если бы мы смогли и развить дальше эту территорию. Итак, Владимир Михайлович, давайте еще раз напомним. Где, когда, во сколько, как добраться? Ждем гостей на наше мероприятие в субботу 22 сентября к 12 часам. Село Драгунское. Село Драгунское. Рочище Верхнее Кульбаки. Рочище Большие Кульбаки. Да, вот, историческое место, даже село Драгунское носит, в общем-то, корни идет его вот из 17 века. Ждем всех гостей, пожалуйста. Отлично. Итак, все приезжаем на Белгородскую черту 2018. Владимир Михайлович, спасибо. Успехов вам во втором уже фестивале. Спасибо. Сейчас у нас прогноз погоды, блок полезной информации, после чего мы выпуск продолжим. И вот, что вы еще увидите. В чем преимущество онлайн-касс? Как повлияет изменение ключевой ставки на ипотеку? Об этом расскажут новости экономики. Целый век в любви к ближнему. Столетний юбилей отметила жительница села Верхососно Красногвардейского района Елизавета Александровна Мальцева. Сезон открыт. Старооскольский театр начал год с полюбившейся постановки, но обещает и много премьер. Песни, танцы и уха по особому рецепту в Новоскольском районе прошел брендовый праздник «Рыбное раздолье». Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин